Библейский портал экзегет.ру представляет Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Такие слова и такую тему. С этой темы начинает апостол Павел послание к римлянам, и фактически говорит о ней до 8 главы, заключая тем, что Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. Фактически здесь апостол Павел говорит то, о чем некогда говорил Спаситель. Кесареву, кесарева, а Божие Богу. Святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу следующее цитата. «Нет власти, если не от Бога. Как это может быть?» задает Святитель Иоанн Златоуст вопрос еще в IV веке, который сегодня достаточно актуально звучит для многих, как православных, так и около православных людей. Как это может быть? Неужели, продолжает святитель Иоанн Златоуст, всякий начальник поставлен Богом? Точно такой же вопрос задается. И далее святитель продолжает. «Не это имею в виду я», говорит Павел. «Ведь сейчас я веду речь не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти». «Существование властей и то, что одни начальствуют, а другие подчиняются, не то, что все движется непросто и небезудержно, так, чтобы народы носились туда-сюда, словно волны. Это, я утверждаю, есть дело при мудрости Божией». Что хочет сказать здесь святитель Иоанн Златоуст? Он говорит о том, что не начальник, верующий, неверующий, как рассуждают многие люди, а сама власть промыслом Божьим ставится именно Богом. Поэтому ответ очень прост. Какую власть мы заслужили, ту Господь нам и поставил. Для чего? Для нашего исправления, для нашего вразумления, для нашего укрепления в вере. Ведь давайте вспомним, ну, не будем далеко ходить, хотя бы историю России. Всякие были властители, всякие были и цари, и императоры, были и верующие, были и с секулярным сознанием. Но меняет не внешнее поставление власти человека, а его внутреннее намерение и направление. Если в человеке царствует и в его сердце Христос, в его уме, в его чувствах, в его воле, то тогда этот вопрос, он, наверное, отпадает как-то даже сам собой. А если, конечно, человек надеется на какие-то внешние обстоятельства жизни, и он свой ум держит вне промыслу Божией, вне Христа, то какую власть для него не поставь, она ему будет всегда неугодна, потому что не будет потворствовать его прихотям и желаниям, которые бы он хотел. Потому что само понятие власти, оно сдерживает человека, как пишет здесь свидетель Иоанн Златоуст, от того, чтобы люди не бродили и не носились беспорядочно, и не жили бы лишь по своим каким-то желаниям и похотям. Тогда бы весь мир произошел бы в некое такое состояние смятения, если бы человек не боялся даже закона, светского закона, который ограничивает те или иные его преступные действия. Поэтому свидетель так и пишет, как мы с вами прочитали, «Чтобы народы не носились туда-сюда, словно волны. Это, я утверждаю, есть дело премудрости Божьей». Конец цитаты. И в этом действительно свидетель Иоанн Златоуст видит слова апостола Павла, что всякая власть от Бога. Поэтому давайте вспомним вообще, к кому сейчас обращается апостол Павел. К римлянам. А кто там правит? Нерон. Такие правители, как Нерон, который, в общем-то, уничтожал христиан. И мы знаем, что он делал. Страшные гонения, которые он тогда обратил против христианской церкви. Когда из мучеников на забаву придворной власти делали факелы в садах. И когда их это умиляло, как люди мучаются, кричат, сгорая, вот такое вот им давалось представление. Поэтому, и говоря тогда, казалось бы, эти слова вообще звучат диссонансом, но снова надо повторить. Апостол Павел здесь говорит о том, что власть дается от Бога, а некоторые скажут, а почему тогда Нерон был дан от Бога? Потому что православный человек не рассматривает жизнь только в ракурсе этой земной жизни. Мученичество этого еще надо удостоиться. Как говорил Тертулиан, и в первые века действительно кровь мучеников, она была, была церковь вся залита кровью мучеников. Вся история церкви — это мученики-исповедники, принявшие смерть за Христа. И как писал Тертулиан учителей церкви, что именно кровь христиан сделалась семенем церкви. Поэтому пострадать за Христа, умереть за греста и стать мучеником — этого еще надо удостоиться. И в этом смысле только ум плотской может сказать о том, что это власть угодна, это не угодно. Такой ум близок к революционному бунтарству и, в общем-то, очень близок к мотивам Марсельезы. По-другому тут сказать, сложным в своей душе. Да, Бросим Диоланский пишет следующее по этому поводу. Цитата. Эти слова обращены против тех, кто считал должным так пользоваться христианской свободой, чтобы никому не воздавать ни чести, ни подати. Апостол Павел всячески желал смирить их, чтобы они не приняли поношение не столько ради Бога, сколько ради гордыни. По-видимому, апостол говорит о мирских властях не потому, что все они праведны, хотя и получают власть от Бога. Правитель поставлен от Бога для того, чтобы творить правый суд и чтобы грешникам было кого бояться, дабы не грешили. Действительно, здесь говорится не только о христианах, но мы знаем, что нравственные законы, которые есть и в Конституции, они, в общем-то, взяты из Священного Писания. Не убивай, да, почитай стариков в какой-то мере. Они, конечно, трансформированы, эти законы, очень сильно, подчас до такого немного даже не совсем понятного смысла, так что людям приходится нанимать адвокатов, чтобы защитить свои права или юристов. Но, тем не менее, сами основы, они не выдуманы ниоткуда, их взять нельзя просто с потолка. Все они основаны на законодательстве и на пятикнижии Моисеева, посмотрите, либо на новозаветных некоторых принципах, которые превращены, к сожалению, в принципе лишь в морали, а не в путь, указывающий на спасение. Но, тем не менее, тем не менее, как пишет свидетель Амрусим Диоланский, это правитель поставлен от Бога для того, чтобы творить правый суд. И смотрите, как звучит, чтобы грешникам было кого бояться. Если они Бога не боятся, хотя бы закон должен их ограничивать, дабы не грешили. Итак, у Блаженного Августина есть по этому поводу достаточно пространные рассуждения. Советую их почитать, потому как Блаженный Августин действительно был и юристом по своему образованию. Ну, пожалуй, она хоть пространная цитата, но я приведу цитату. «Поскольку мы состоим, пишет Блаженный Августин, из души и тела, и покуда живем этой временной жизнью и пользуемся временными вещами для потребности этой жизни, то нам следует покориться властям в той части, которая к этой жизни относится. А власти — это люди, которые с определенным авторитетом управляют делами человеческими. В той же части, что относится к нашей вере в Бога и призванию в Царство Его, мы не должны подчиняться никому, кто желает преодолеть в нас то, что Бог удостоил нас приобрести к вечной жизни». А если кто считает, что если он христианин, то не должен платить налоги или подати, или оказывать должное почтение властям, заботимся об их предметах, то он находится в великом заблуждении. Подобным же образом, если кто думает, что должен подчиняться до той степени, что начальствующим над ним в делах людей имеет авторитет в вопросах веры, то впадает в еще большую ошибку. Вот так. Следует соблюдать меру, которую сам Господь установил — отдавать кесарю кесарево, а богу богово. И хотя мы призваны в такое Царство, где не будет власти мира сего, на пути к нему пока еще не достигнуто состояние, когда всякое начальство и всякая власть отменены будут, давайте справляться с нашими условиями ради порядка в людских делах. Ничего не делая притворно и покоряясь в этом не людям, а Богу, который повелевает нам так поступать. Конец цитаты. Очень четко и так по полочкам, да, с юридической, адвокатской, в адвокатском таком стиле разложил действительно вложенный Августин. И все вопросы здесь, в точке, что называется, поставил над «и». Далее апостол Павел продолжает в восьмом стихе. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Здесь он уже приходит и дает наставление христианам. «Чтобы мы не оставались должниками никому ничем». Свидетель Иоанн Златоуст пишет следующее цитата. «Любовь есть начало и окончание добродетели. Ведь Иисус не просто сказал «возлюби ближнего твоего», но как самого себя. Вот поэтому Он и говорил, что в этой заповеди и закон, и пророки». Действительно, не сказано просто «возлюби ближнего твоего», а действительно есть и вторая часть этой заповеди. Как самого себя. Ведь мы себя очень любим. Мы себе желаем только добра. Мы заботимся в этой жизни в большей степени, если понаблюдать внимательно именно о себе. Но это очень хороший пример для того, чтобы мы научились любить также и ближнего. То есть заботиться о нем. Помните, как о ближнем, как преподобный Амвросий Оптинский некогда сказал. Он говорил так о любви. «Делай дела любви хотя бы пока и без любви». Что это значит? «Приучайся делать пока». То есть нет у тебя эмоций, нет у тебя чувств, но ты знаешь закон Божий и заповедь Божий, что возлюби ближнего твоего, как самого себя. «Хочешь ли ты себе сегодня, чтобы днем тебе хорошо поесть?» «Позаботься о ближнем, чтобы он тоже хорошо поел». «Хочешь ли ты, чтобы тебе уступили место, скажем, в общественном транспорте?» «Позаботься и сам это сделать». То есть и до самых мелочей. «Хочешь ли ты, чтобы тебя утром проводили на работу?» И ты, когда твои дети или жена, или ближний выходит, тоже позаботься о том, чтобы подойти и перекрестить их, и пожелать им хорошего дня. «Хочешь ли ты, чтобы тебя встретили, когда ты приходишь с работы?» «Позаботься о том, что когда и твои ближние, и твой ребенок, и твои дети входят в дом, и твои родственники, выйди к ним навстречу». Вот любовь начинается именно с таких мелочей. Потому что мы, по сути своей помышлением, мы глобалисты. Мы привыкли, нам же все надо с размахом, чтобы нас сразу видели, и все похлопали. Но это, опять же, будет такое проявление любви ради своего самодовольства. А надо приучать себя любить именно с такого вот малого. И помните слова «верный в малом, верным во многом, над многим поставлю тебя». Не думайте о том, что Бог поставит нас над многим только в этой жизни. Нужно помнить о том, что какое место мы займем там в Царстве Божьем. Но здесь нам становится, нам, наверное, надеяться только остается на одно. То, о чем говорит псалмопевец Давид в своей псалтире. Лучше, говорит, на пороге Божьем, чем в шатрах нечестия. Да, и будем молиться об этом. Хоть где-нибудь с краешку, лишь бы только не в том месте известном, где огонь не угасает, и червь не устает. Итак, без любви к Богу нет и любви к ближнему. Тот же Блаженный Августин пишет. «Никто не любит ближнего, если не любит Бога. А любя его, насколько возможно, как самого себя, он изливает свою любовь на него, чтобы и ближний смог полюбить Бога. Но если он не любит Бога, он не любит и ни себя, ни ближнего». Действительно, есть такие слова, которые звучат уму не вникшему в Священное Писание, уму не воцерковленному, да и даже воцерковленному иногда может показаться человек как-то рисковатым. Помните, когда Спаситель говорит, кто любит отца или мать больше, нежели меня, не достоин меня. И вот у нас тут в нашей прямо сейчас беседе возник некий диссонанс. Только сейчас мы говорили о любви к ближнему, о важности проявления о нем заботы. И тут же как бы так охлаждает нас от этой любви. Говорят, кто любит ближнего, отца, мать, детей больше, нежели меня, не достоин меня. Почему Спаситель говорит эти слова? Только сейчас мы прочитали, если внимательно их слушать, ответ у блаженного Августина. Он так и говорит, что тот, кто не научился любить Бога, никогда не научится любить ближнего. Но и тот, кто не любит ближнего, не может говорить, что любит Бога. Здесь такая обоюдная любовь, здесь проявление такой любви, которым можно научиться только у Бога. И не только из слов Божих, но из самого образа Христа, самого образа Христа, распятого на кресте. Христос нас учит любить не только словами, не только реверансами какого-то поведения, а самой жертвенной любовью, то есть отдать ради человека все, все, что есть. Способны ли мы на это? А можно себя проверить. Когда нас ущемляют в чем-нибудь маленьком, даже незначительном, говорят, вот это твое место, а сюда, пожалуйста, за территорию не заходи, или еще какие-то вещи. И вот здесь нужно в себе увидеть, огорчает меня, насколько это. Если огорчает, значит, я еще очень сильно привязан к этому миру. Значит, нет у меня еще этой жертвы любви к Богу, если я здесь по-человечески за что-то цепляюсь и надеюсь, что это мне как-то поможет в этой жизни. Поэтому всегда легко себя проверить, соответствует мое внутреннее состояние и настроение каким-то внешним обстоятельствам жизни. К чему я стремлюсь, что я ищу? Есть ли у меня эта любовь? А нас апостол призывает к чему? Не оставаясь, говорит, никому ничем должны, кроме взаимной любви. То есть мы не должны подпадать под зависимость этого мира. То, к чему нас сегодня подталкивают всеми рычагами существующего мира. Это что? Это кредиты, банки, нам везде предлагают, назойли, вы уже возьми. Там меньше у меня процент, у меня еще меньше процент. И таким образом нас втягивают в зависимость этого мира. Этот мир хочет нам сказать то, что мы полностью зависим от него. И не только сказать, но и посадить нас этими кредитами, этими заемами в долговую яму такого иногда омерзительного расставщичества, который видишь в этих всех процентах. И когда я у одной молодой семьи спросил, а чего вы квартиру снимаете? Вместе работаете, у них хорошая достаточно работа. Я так по моим меркам неплохо оплачиваемые. Хорошие места, в которых они работают. Это и Газпром, и юридическая фирма. Мне прислали они просто ради того, чтобы я посмотрел. И действительно, когда я посмотрел, сколько там надо выплачивать каждый месяц, это действительно какие-то ненормальные совершенно условия, которым человек вгоняет в это состояние в зависимости от этого мира. Апостол так и пишет. Не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви, «Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповедь не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Здесь апостол Павел так конкретизирует, что любовь не делает ближнему зла. Очень легко проверить на самом деле все. Вот если что-то мы делаем по отношению к другому человеку, чувствуем, что не очень хорошо, но в принципе думаем о том, ну так же делают все. А давайте мы поставим себя на место этого человека, прежде чем предложить ему что-то такое, ну чтобы давай вот это. То есть всегда надо поставить на место, на другое место этого человека, самого себя. А как бы я отнесся к такому предложению или к такому вот высказыванию, или к такому ущемлению там меня. И тогда у людей, которые еще не с прожженной совестью, все станет на свое место. Итак, любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Действительно, постул Павел говорит такие слова, что ближе ныне к нам спасение. Он говорил это еще две тысячи лет назад. Но эти слова не только относятся к всемирной эсхатологии, то есть кончины этого мира. Но, как я иногда так и говорю об этом, что личный апокалипсис для нас наступит, мне кажется, намного быстрее. То есть душа, когда она отделится от нашего тела, здесь как раз и будет этот момент частного суда, куда она определится. Поэтому спасение к нам действительно не то, что с каждым днем и годом становится ближе, но с каждой минутой. Вот сейчас минута, которая у нас прошла над размышлением Слова Божия, уже вернуть обратно нельзя. Ни одной секунды, ни одного мгновения. Всегда мы приближаемся к вечности. Но вопрос в том, к какой вечности. В вечности ее не избежать. Это некая такая данность человеческой души. Душа человеческая неубиваема. И поэтому, хотим мы того или не хотим, в вечности она будет. Вопрос с кем? Ответ очень простой на этот вопрос. С кем? С тем, с кем мы привыкли жить в этой жизни. С каким образом мыслей, с каким образом наших чувств, и нашей воли, к чему мы больше уделяем времени, с кем мы привыкли, с тем мы будем и там. Об этом пишет очень подробно в своих словах и поучениях преподобный Макарий Великий о жизни и смерти. Ночь прошла, да, констатирует здесь, наставляет нас апостол Павел, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Призыв апостола Павла. Для того, чтобы нам действительно наследовать вечность во свете Христовом. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострасти и распутству, ни ссорам и зависти. Заметьте, как апостол Павел в 13 стихе дает такую последовательность того, к чему приводят один грех, второй грех и третий грех. То есть грехи, они, как у одного современного поэта, где-то я слышал, по радио, скованы одной цепью, связаны одной целью. Они действительно вместе очень соединены. Или, как говорит, по-моему, преподобный Исаак Сирин, они не бывают бессупружными. То есть они как бы женаты друг на друге. У них цепь такая. И смотрите, как апостол Павел показывает. Не предавайтесь ни пированиям, то есть где пир, на пиру что людям хочется? Какого-то мнимого веселья, пьянству, ни пированиям и пьянству. Дальше. От пьянства бывает сладострастие, от сладострастие, то есть желание чего-то такого необычного, распутство. А от этого, от распутства и сладострастие дальше происходят ссоры и зависть. Ссоры и зависть. То есть все это сначала, как... Вот в катехизисе, в кратком катехизисе Филарета Дроздова есть такие слова. Сначала есть предлог греха. То есть сначала все начинается с предлога. Когда человек принимает этот предлог, то дальше это уже приходит в некую такую привычку греха. А когда уже есть привычка греха, то тогда это все приходит в состояние страсти. А страсть — это уже то, что человеку трудно преодолеть. Он уже с ней свыкся. Он уже имеет опыт этой страсти. И потом... А вот легче убрать предлог. Поэтому не будет предлога, который будет отвергнут. Не будет и впадения в страсть. Извершает апостол Павел эту короткую, в общем-то, главу, но достаточно назидательную, содержательную в своем поучении следующими словами. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Действительно. Попечение о плоти не превращайте в похоти. Этими словами и 14 стихом апостол Павел завершает, в общем-то, ту тему, с которой он начнет говорить в следующей главе, в 14 главе, где будет речь о посте и осуждении, неосуждении друг друга. Но здесь он призывает, чтобы мы не увлекались заботами века сего, чтобы попечение о нашей земной жизни мы бы не превратили в такое состояние, знаете, как называют сегодня фетишизм. То есть хочу этого, хочу того, и видели бы только в наших желаниях и похотениях весь смысл нашей жизни. А как от этого устраниться? Как не попасть в эту ловушку? Он давал советы ранее. «Подчиняйтесь властям». Всякая власть от Бога, несмотря на то, что ее возглавляют грешники, верьте в промыс Божий, что она ограничивает и не дает распространяться власть греху и каким-то преступлениям. И далее перешел к другой теме, что «не будьте никому ничем должны, кроме взаимной любви». В этом есть законы пророки. И завершает тем, что человек, который облегся во Христа, для него эти понятия все достаточно просты и достаточно восприемлемы. То есть власть от Бога, если только она не заставляет нас приступать к закону Божий, здесь нет ничего плохого, если она призывает к порядку. Там же, где приступается заповедь Божия, там у человека, у христианина есть право не подчиняться такой власти. Ну и, конечно, без взаимной любви невозможно понимание этих вопросов и без любви к Богу, и без любви к ближнему. И апостол говорит, как нам всего этого избежать, и как нам все это исполнить? Ответ дается достаточно прост. Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Что значит облечься? Принять заповедь Божию в руководство повседневной жизнью. Вот что такое обличение во Христа. Да будет это и со всеми нами, и снова прочитаем эти слова. Облекитесь в Господа Иисуса Христа. И что мешает облечься? Попечение о плоти, говорит, не превращайте в похоти. Вот такой закон. Вот такая глава. Такое рассуждение и такое наставление получили мы сегодня из этого содержательного всего 14 стихов, но содержательный по своему наполнению главы. Субтитры создавал DimaTorzok